Пошли! Интенсивнее! Дистанцию! Соблюдаем дистанцию! Теория и практика в ежедневном режиме. Тренировки на выносливость и боевую готовность – обязательный пункт дежурства. Все, чтобы оставаться в форме между вызовами и расти профессионально. Эта пожарная часть – лучшая среди газодымозащитных служб области. Восемь конкурсов – восемь триумфов. Переходящих кубков, остающихся в подразделении после трех побед подряд, тут уже два. Испытываю гордость за свою команду, достижение таких результатов. Будем стараться дальше совершенствовать свою физическую специальную подготовку. Звонок, сборы, выезд. Каждое действие точено до мелочей. Ни одного лишнего движения. Все по инструкции и с холодным сердцем. Непростой во всех смыслах район Брянска горит регулярно. Весна в частном секторе, горячая пора еще и из-за пала травы. Впрочем, с пожаром 2019 года на переулке Гончарова мало что сравниться. Было сильное задымление на лестничной клетке с первого по пятый этаж. Люди не могли выйти из своих квартир. Осложнялось еще тем, что это было раннее утро. Возможно, кто-то спал. Обстановка была серьезная. С звеньями газодымозащитной службы в тот день было спасено 26 человек, из которых 7 детей. Жертв на данном пожаре удалось избежать. Спасенные командой 12-й части до сих пор благодарят мужчин за слаженность, четкость и героизм. Лично, через СМИ, социальные сети. А пожарные доказывают не словом, а делом. Каждый на своем месте. И лучший газодымозащитник Брянщины 2021 Владислав Чекулаев. И лучший постовой на посту безопасности по итогам апрельского смотра конкурса Андрей Квас. Задача постового – это произвести расчеты для обеспечения безопасности. Звена в неприходной для охранения среде. И как можно быстрее и правильно. От этого зависит жизнь людей, где они находятся. Каждые 10 минут связываюсь с ними, узнаю, в каком месте, как и самочувствие. И какие действия они произвели в неприходной для охранения среде. Сегодня пожарная охрана входит в состав МЧС России. В арсенале современных огнеборцев новейшая техника. Усовершенствованная боевая форма, корабли, авиация, робототехника. За почти 4 века существования службы на смену конным ходам пришли автоцистерны и автолестницы. Зоркий дозорный на Каланче уступил место сигнализации и телефонным проводам. Неизменным осталось одно – люди, посвятившие себя героическому делу. Их главная миссия – спасти, уберечь, сохранить. Светлана Дробкова, Алексей Рязанцев. События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова